Алексей Русских подчеркнул, что наступает особый период, когда одним из важнейших становится вопрос детской безопасности. Губернатор утвердил план мероприятий в рамках ежегодной межведомственной профилактической операции «Подросток». В целом считаю, что необходимо усилить работу по подопреждению детского травматизма, особенно на дорогах. К сожалению, продолжаются случаи попадания детей в ДТП. Подчеркнул, что не всегда по их вине. На следующей неделе у нас запланировано заседание Совета безопасности. Геннадий Викторович, прошу включить вопрос безопасности детей в летний период в повестку заседания. Другой вопрос, на который обратил внимание Алексей Русских – перебои с водоснабжением в муниципальных образованиях. Поступили сигналы об отсутствии воды в выходные в поселке Новоселке Меликевского района. Аналогичная жалоба поступила губернатору из Кузоватовского района. Алексей Русских поручил главам районов проявить ответственность в вопросах водоснабжения. Вопрос региона водоснабжения, я понимаю, очень запущенный и болезненный. Проблемы жителей не решались довольно-таки многое количество лет. Мы начали решение этого вопроса уже в прошлом году. На нормализацию водоснабжения и водоотведения была направлена рекордная сумма, почти полтора миллиарда рублей. Найти средства по федеральному проекту оздоровления Волги, начиная реконструкция сооружений, биологической очистки источных водопроводобережья Ульяновска. На заседании обсудили ситуацию по временному трудоустройству подростков в период летних каникул. На сегодняшний день уже трудоустроено 550 человек. Они работают в свободное от учебы время. С 1 июня еще около тысячи несовершеннолетних будут трудоустроены. Понятно, что здесь неквалифицированный труд, поскольку подростки, особенно школьники, естественно, не обладают профессиональными навыками. Поэтому, собственно, и оплата будет соответствующей невысокой за неквалифицированный труд. Такие организации... У нас самый большой работодатель – это МБУ Симберцит. Он выделил около трех тысяч рабочих мест. У нас заключено соглашение. Всего заключено соглашение со 134 работодателями. Задачу трудоустройства ульяновских студентов решает Министерство молодежного развития региона. В конце мая дан старт третьего трудового триместра, в рамках которого около тысячи студентов будут работать в студенческих, строительных, педагогических и медицинских отрядах. Эта работа ведет совместно с российскими студенческими отрядами одной из самых больших организаций в России. Также стоит отметить то, что в летний период будет проведена форумная кампания. А это тоже совместная наша работа по направлению ребят на форуме. У нас 12 федеральных и 7 окружных форумов. В конце апреля делегация от Ульяновской области побывала в Узбекистане, где приняла участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром». Был проведен ряд успешных переговоров с компаниями, которые планируют развитие своих производств на территории Ульяновской области. Направлено конкретное коммерческое предложение с параметрами, запрошенным в адрес компании «Ориентгрупп» с целью реализации в Ульяновской области проекта по производству текстильной продукции. Хочу сказать о том, что мы ведем работу тесно с Евразийской экономической комиссией. В Ульяновской области продолжается ремонт автомобильных дорог, а также ведется мониторинг качества дорожного покрытия. В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в регионе будут отремонтированы 43 объекта общей протяженностью более 126 километров. Это объекты на дорогах областного значения. В 17 муниципальных образованиях уже в полном объеме законтрактованы данные работы. Общей протяженностью 110 километров. На сегодняшний день процент выполнения данных работы составляет порядка 47 процентов. На заседании штаба также обсудили решение вопроса с оползнями. В регионе начали проектирование противооползневых работ в селе Арское. Также продолжается берегоукрепление на Волжском склоне в Ульяновске. На совещании также озвучили статистику по коронавирусу. Ковид-19 уходит из региона, но масочный режим в области продлен по рекомендации главного санитарного врача страны. Валентина Никонова, Артем Куранов, Уллправда ТВ.